Наш флаг сейчас стоит там и там. А тот, который на южном поле был, я его снял, привез Артура Николаевича. Это чей? А мне там... Американский? Нет, наш. Американский снять. Да, все правильно. Начальник американской станции вышел, встретил наш российский флаг вместе с американцами. Я пришел и заменил, и так что... Ну, девчонки нашим тоже помогли, не телят себя. Нет, как я помогал. А они мне помогли, а они, говорит, за разговором по рации. Девчонки наши молодцы, у нас молодцы. Я думал, что я их сейчас увижу, тут закрыли. Вопросы к верить. А чего вам больше всего не хватало все это время? Вы же так долго были отторваны от людей. Что вы первое будете делать? Ну, вот я сейчас смотрю, говорится, вы все такие счастливые, что... Мне кажется, то... Моя радость, что я сходил и, можно сказать, сделал свой цикл. И не только свой, это наши, русские. И, конечно, в первую очередь, вот, спиду Богу. Вторую очередь, это нашему комитету, который возглавил Артур Николаевича Ленгарову. Что мы поставили российский флаг на Южном полюсе и на массивы Гинсов. Таким образом, на сегодняшний день мы вышли вперед всех стран, потому что ни одна страна в мире не входила на все эти четыре полюса, которые стояли, и мы боролись за это. Северный полюс, Южный полюс, Мест-Горный, Эверест. Так что, говорится, мы сделали то, что надо было нам сделать. Правильно? А вы надолго в Москву? Ну, я, если бы пораде сказать, я приехал в Москву, чтобы отчитаться за это. А дальше Аконкагу? Морярский, пойдем. Сначала ты выступишь в клубе путешествий. Да, да. А потом, ну, все. Так что это? Ну, а дальше, если я начну говорить много, то мы здесь очень долго затяжемся. Я думаю, что и спорткомитеты Российской Федерации, и Министерство спорта, я могу сказать, что и спонсоры, без отчета, ничего не спрашиваешь, считаю, что... Без отчета, это получается. Ну, да. Российский флаг должен быть на Южном полюсе. И в это время я очень рад, что наш друг вообще, вообще, Федя Конюхов, вообще, все, что мог от него сделать. Я бы старался, потому что... Даже не похудел ничего. Выглядит как девочка у тебя какая-то. Ты чувствовал нашу поддержку, Федя? Как? Ты чувствовал нашу поддержку? Ну, конечно. Конечно, чувствовал. Я, конечно, без вас, я почему сейчас не повторяю, потому что очень много спонсоров было, очень много... Все болели, мне сейчас просто неудобно говорить. Ты шел? Какие спонсоры? Да. Я шел, я, говорит, я знал, что кто-то... Он летал еще. Я шел, пришел на Южный полюс, поставил, что это просто моими руками, моими ногами, это выставили. Это, говорится, наш флаг. И это все очень хорошо восприняли. И там американцы хорошо восприняли, британцы хорошо восприняли это. И все... Так что мы, можно сказать, сделали хорошее дело. Какие вопросы, пожалуйста, с какое-то время пришел? Я шел 69 дней. Это от побережья Антарктиды до Южного полюса 59 дней. Мой расчет был 55 дней. Но я из-за погоды, и первый старт у меня был очень сложный. В начале я дошел до 59 дней. И сколько это расстояние? Ну, расстояние прямой 1350 километров. Я выбрал именно тот путь. Но в начале я не знал, что он такой... Я не хочу брать своих друзей, потому что там очень холодно, очень тяжело. И мне бы не хотелось, чтобы эти счастливые взялись. Наверное, испытывали какие-то страдания. Дядя, а вот что ты не ожидал? Ну, я не ожидал, сказать, что Антарктида такая, можно сказать, неровная. Я думал, что это будет плавно подниматься на 3000 метров. Она, кажется, не такая. Потом я не ожидал, что там такие ветра. Я не ожидал, что все время встречный ветер. В 40-40 градусов, только встречный ветер пошел, ветер спад. Ну, то, что я встречал, я это ожидал. И я выбрал очень, можно сказать, дешевый путь, чтобы не пошла до едовой бухты Геркулес. Она как раз очень сложна по подъему встреча. Там все крутые подъемы. Вот я почему-то и 4 дня, можно сказать, не уважился. Я с ней, я с вами. Дорогие товарищи, из всех трех сидящих мы были все. Все трое в Антарктиде. Так получилось, что Юра прожил, никто не знает, год на станции Восток. Самый трудный. Ну, в Антарктиде, да. Все, где на Южном поле считали. Ну, мы были в Антарктиде, мы представляем, что такое Антарктида. Я был на Южном поле, мы знаем, что такое пройти больше тысячи километров. Поэтому, вы знаете, мы вот с Юрой восхищены и просто преклоняемся перед мужским ветер. Хотя, вот там наш и друг, и ученик, все, что хочешь. Вопросы, пожалуйста. Пожалуйста, вопросы. Федор, я знаю, что вы человек верующий. Скажите, пожалуйста, а вы ощущали присутствие своего ангела-хранителя? Ну, всегда, и с вами, с нами, да. А там у нас, особенно, чувствуется, как можно необычуя путешествия, может быть, только какие-то страдания, потому что, я сейчас и сказал, на пути к полюсу, там нужно почувствовать. А здесь, например, все с вами, можно сказать, таким вот, полуэнергия неосуществует. А с какими-то аномальными ими встречались? Вот посмотрите, это сам главный штаб Южный полюс. Пожалуйста, вопросы. Федя, ответь, пожалуйста. Я не согласовываю ни с кем, ну, подумал, и кажется, это правда. Да. Озоновой дыры больше нет. Ну, мне кажется, и да. Ну, что так будет жить чисто, как в Антарктиде. Я в Антарктиде выполнил программу для министерства ТВ. Мужчинцы замерял радиоактивный фонд. Фонд, это говорится, весь мир знал, чем я занимаюсь, это благородно. Антарктида очень чистая. Флаг поставлен, и дырак еще раз. Замерим, будем, в Москве и Антарктиде, это очень. Потому что Антарктида чистая, ей надо беречь. И там, как все путешественники ведут, и как люди живут в Антарктиде, вот Юрий Александрович Артурин Клайц знает. Вот если мы так будем жить, то и наша страна, и у нас все так будет чистые. Там ничего не встретишь. Ни одной пылинки, ни одной пятнушки, все это идет. Я сам участвую в Международной комиссии по очищению нашей планеты от полиэтилена. Я сегодня потихую к Южному полюсу, даже на массиве Винсена. У меня вверх был в рюкзаке, вверх был полиэтиленовый мешок. Вся каша моя, которую я пушаю, я каша гербулесов, изюма, сухое мясо и медвежий жир. И это было все запаковано. Ну, мне пошли. Но не в поселете, да? Нет, пошли в мешки со старой, просто. И я пошел, говорится, даже не все поднесло. Скажу, Антарктида очень чистая. Вопросы, пожалуйста. Друзья, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, в то же время, как вы удружали флаг на Южный полюс, спускали флаг на станции Восток. Как вы относитесь к тому, что русские уходят из Антарктиды? Вот я скажу. Я только одно скажу, что когда я подошел к Южному полюсу, я не общался. Я общался только с британской компанией, я английский не особенный совершенно знаний, это не было свои координаты, ничего. Я не знал, что там английский был флаг, а до этого я был в горах, тренировался. Поэтому я этот вопрос, что я тоже не буду рассказывать. Флаг не опущен, он остался. Южный Алексеевич Сементьевич, он зимовал на станции Восток. Уникальные наблюдения. Ну, видимо, так, сейчас такие сложные ситуации у нас по антарктическим экспедициям, что радоваться нечего. Единственная радость, что все-таки Федя нашел до Южного поля. Я могу прямо сказать, потому что действительно Восток законцеллировал. Уникальные наблюдения. Ну, что могу сказать. Я делал про государственные деятели, могу сказать. Я все меры принимал, но немногие, но немногие в России это понимают, что наука нужна в антарктическом. Поэтому все будем делать, чтобы восстановить две станции, которые раскрытся. 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 Раскрытся, да. Я так думаю, что все будет нормально. Но то, что сегодня, это совсем другое. Это человеческая душа, человеческие возможности. Это то, что Россия мечтала много лет. Многие года и многие исследователи, полярные исследователи, не только российские. Российские как-то не прививались к этому. Добились того, что вот мы дошли до Южного полюса простым. Российский метод. Да, вы же. Все, нашел Федя какой-то. Ура, Федя. Да, ура, Федя. Ура. Федор, скажи честно, пингвинов запрягать не приходило? Ну, где лучше это, там, где пингвинов нет. Он как раз шел там, где пингвинов даже не живут. Да, это говорится, там все время идет сточный ветер, такому, можно сказать, ну, штормовой, и все время мороз. Там, ну, я купил, ясно между горами, красиво, там числе и холодно. Еще, еще. Не надо, не надо. Еще. Не надо, не надо. Так, что еще, пожалуйста, вопрос. Вы готовились как специально именно к Антарктибе? Есть какие-то субъекты именно в Антарктибе? Что здесь? Сейчас. Я еще летел в 90-м году по тем Антарктибе. У меня всегда, у меня всегда, когда я, вот, все, ну, мои друзья, корреспонденты, корреспондент без вазы, я, конечно, ничего не сделал, но скажу, что и всегда неправильно пишут, когда все говорят, что Федор не с того, не с село поднимается на Верес, или не с того, не с село, тут в Антарктибе. На Антарктибе я готовился к Усси Южно-Зерновой пульси, в 91-м году у меня сорвался экспедиция в Антарктиду, это, знаете, где август, 91-м году. Я сорвался экспедиция, когда я приехал на машину. Да, вот, меня встречали так же, да. Да, так же, как и на яхте в Акрусси, я 22 года готовился. На Северную пульсу готовился, и когда мне говорят, что я 30 лет готовился, я даю эту страду самым лучшим нашему путешественнику. Дмитрий Аж порой я 7 лет уходил, с Володей Чуковой ходил, и Северную пульс я взял чистую. А потом, говорится, Север, даже сейчас в Антарктибе, я очень готовился. Даже и вирес, говорится. Кто сейчас, я не преклоняю, я знаю, что у нас очень хорошие пенесли, они должны поехать в Антарктибе, в Ассибирске, но это очень дорогая гора, недалекая. Но эта гора, я скажу, очень красивая. Я скажу, даже я не пронижаю вирес, но она красивее, чем вирес. Она все стоит, можно сказать, в таком чистом небе, да, вся вежда покрытая, чистая. Там, конечно, урагальный ветер, что я посоветую, что там очень холодно. Там очень холодно, ветер, можно сказать. Я потерял на пути по южному полюсу 12 килограмм. Не похоже. Да, так что мне было тяжело удержаться на этих склонах. Но это вот. И вот сейчас кто-то скажет, что я ни с того ни с сего поднялся на массивную цена. Если кто не поднимался на вирес, или на 7-34 градусов уже будет подняться. И пускай не подражает. Я могу сказать, вот как путешественник, вот Юрий Александрович, скажет, мы преклоняемся перед Федей. На самом деле, как люди, которые много лет отдали Арктике, Антарктике, мы преклоняемся перед его мужеством. Я очень рад, что все вы пришли. Потому что для нас это событие, жизни событий, в это очень сложное время, я хочу повторить, российский лаг на Южном полюсе. Для нас это радость, для всех. Это событие, несмотря на все. Поэтому мы очень благодарны Феде, похудел, не похудел. Все, кто за ним следил, переживал. Он сегодня с нами. Я думаю, что мы должны быть рады, что в России есть такие люди. Я еще скажу, я когда вернусь... Без всяких вопросов. Да, вернусь, все говорят, что в России сложное время. А когда было в России хорошее время? Жизнь на земном шаре, она сложная. И человек пришел сюда, чтобы испытать сложности. Так что, представьте, и всегда были открытия, всегда были открытия. И сейчас, в Антарктиде сейчас очень много стоит вершин, я вам всем говорю, что, которые еще никто не поднимался. Это, в этом, прилетели французы, там, разбились на склонах, в горах. И сейчас очень много еще открытий. Так что вы не думаете, что 20-й век закрывается. Кстати, вот в программе «Человек от Арктида» мы даже решили вспомнить о тех, кто погиб в Арктиде. Вы знаете, что мы везем в Дуракрест православный. Православный Центрик участвует в этом. Потому что действительно люди, которые этому загадочному материку радостно, и все они теперь с нами, поэтому... Да, русские, русские, да, да, да. А позвольте задать, господин Учиненгарович, да. А какую же у российской правительства у вас отдачу? Никакую. Российское правительство, к сожалению, ни рубля не дало. Это хорошо. А зачем, говорится? Я хочу сказать. Если бы давала, я бы не взял. Вы бы конкретно. Меня министратором и промышленно выделим на... На программу. На программу. Это замерзает. Это очень важная программа. Я вам могу сказать, что нам дали спонсоры, но кабаны. Мы можем говорить, как, и отчет не спрашивай. Кроме того, фонд спорта какие-то обольденные суммы дал. Но это все деньги не государственные. Это все спонсоры. Потому что не перевели еще в России люди, которые ради того, чтобы он зашел. Без разницы. Должна быть безопасность. Вы правильно? И вы рады было с Южного полица. Я говорю, с Южного полица вывезти и так далее, и так далее. Поэтому ни кофейки, к сожалению, хотя бы в постановлении правительства. Евгений Степанович его подписал решение правительства. Они даже нам не предлагали. Мы просили, но ни кофейки не дали. Программа научная. Минатон Михайлов. Я ему несколько раз вводил министра с пониманием, к которому относятся. Потому что вопросы, связанные с радиоактивностью, с вопросами, связанные с Антарктидой. Они интересуют, в том числе, министерство атомной энергетики. Ну, стартинок, здесь. Арофлот достает. Арофлот. Кстати, я хотел бы сказать, арофлот. Кстати, Шапошников отнесся нормально. Что для него стоит этот билет? Я могу сказать, что не один. Так получилось в этой жизни. Всегда бывает в любой экспедиции. Федя один дошел до Южного поля. Дошли женщины. Не тот резонанс. А вот Чухов и команды не удовольствием дойти. Они просто опоздали. Опоздали на старт. Они подумали, что команда сильная. Сильные ребята. Но они опоздали просто на старт. Есть такая программа на НТВ. Называется «Времечка». Это вы проставляете ее? Нет. Нет. Я представляю еженеделье к дителю. Так. Прошла такая информация, что Федор Коньков сидит. Вообще ни еды у него, ни горючего, ничего. Как вы можете это прокинуть? Я считаю, что «Времечка» существует для того, чтобы отбирать какие-то жареные факты. Федя здесь? Нормальный. Просто мы все очень виноваты. Я вам похудел на 12 кг. Это нормально. Так, мы тоже с Южным Семеновичем похудели. Да, это не воруженный глазок. Но я могу сказать, что давайте отбросим эти вещи. Сегодня событие. Российский человек, Федя Коньков, который покорил Северную полюсию. Эверест покорил. Ребята, вы понимаете, что это Эверест? Я думаю, вы понимаете. Так, на яхте прошел 10 месяцев. 10 или 9, там 9, не так. Один, один. Так. Один прошел до Южного полюса. Какие разговоры здесь могут быть? Мы должны преклоняться перед этим мужественным русским человеком. Все. Еще нарисуют вам о том, что мы его взяли. Давайте поблагодарим его. Я не сам он собирался делать картео. А временем все, что хочет, напишет. Нет еще впереди. Ни копейки государственных средств не использован. Вот я вам могу прямо сказать. Спасибо только банку. Отчет нас пока не спрашивают. Только банку. Только, только. Пожалуйста, вопрос еще. Федя, Федя, как тебе понравились девушки из Меделицы при встрече? Ну как, и как мы будем? Он не по этому делу, не по этому делу. Девочки всегда прекрасные. Если бы мы с Юрой Александровичем там были, то другое дело. Какие еще у тебя, Федор, какие еще у тебя спонсоры были? Я сейчас, я думаю, что будем встречаться, а у меня спонсоров очень много. Доходка. Доходка, да. Я скажу, благодаря Арафлоту я ставил на старт, и на финише Арафлот сделал. Находка оплатила мне город Винсен, ну и Сирдатому оплатила сам Южный полюс. Ну еще много, говорится, я просто не хочу сейчас перечислять, потому что можно все... Есть та доля спонсоров, которую унесли очень много, но когда я приехал, посмотрел, конечно, что факсы. У меня ни один факс не приходил, потому что на пути к Южному полюсу я не мог ни с ним связаться. Там, конечно, все другое. Вот эти вопросы, которые задавали, сейчас времечко. Я девочке знаю, я пошел на Южный полюс, еще отдал продукты. У меня продукты еще не следят. Так, еще вопросы, пожалуйста. Федор, скажите, я знаю, у вас был с собой прибор, зеленоградского завода компонент, радиолокационный прибор спасения. Вам довелось поспориться? Ну, как видите, нет, конечно. Я ее не пользовался, да, у меня все нормально. У меня только одна была, что одна лыжа сломалась с крепления, а все здесь уже потом почали, что лыжи сломали. Я их сделал с ремня, как охотники, и пошел. И только что, говорится, может быть, то, что я сказал, на патриот Хилла, и британцы, что меня сломалось с креплениями, но я не просил никого, что. Это просто по радиосвязи. Я просто не понял, может быть, они не поняли, что я говорю по-английски. Нормальный лыжи, охотник, все переделал, не почем. Лыжи у меня мукаческий, хороший лыжи. Мукаческий нормальный, да. Устойчивый. Валер, я очень рад тебя. Так, ну так что, еще вопросы? Ну, почему Федя мучит? Да, она Федя мучит. Давайте я на любые вопросы ответю. Потому что я с вами долго не буду. Сколько вы в день часов шли? Я в день шел 12 часов. Там, говорится, нужно быть очень дисциплина. Я в 6-10 вставал, 8 выходил уже на маршрут, 8 восстановился. Каждый час, час 26, 10 отдыхал. Там ни одного момента нет, потому что все рассчитывалось. Вот, ну, каждый день, практически 12-13 минут. А каждый день уже, когда ты вводишься в эту графику. А вещи выносы нет? Ну, если то, что говорится, Южный полюс отличается от Северного полюса, из-за того, что там очень тяжелый вес, это 133 килограмм. Для меня, что это очень тяжелый вес. И вначале было очень тяжело все дети, когда я выходил из Бургии. Почему я выбрал двух, тридцать, тридцать, тридцать. Ведь выбирайте. Из-за того, что там очень дешевый, я... Ну, не залет дешевый, старт дешевый. Дешевый старт. Вот, можете представить, какая сумма. Англичане пошли, они пошли с декамента. Там, например, прямой идет пенсив. Когда залет случилось, это на тысячу. Я выбрал это шесть тысяч. Ну, и сказали мне, что если ты экономишь... Фотографию, пожалуйста, сейте. Флаг. Да, вот. А где мой рюкзак, ребята? Вот у меня же там флаг. Болись, здесь рюкзак кого-то можно. Алексей. Алексей. Алексей, рюкзак, да-да. Там у меня флаг же, на так-то. Сейчас, я... Зато он мне так... Автомат Сумова там есть, да-да-да-да. С англичанином, как вы контактировали? А вот я, вот это самое. Алексей. Если даже даете спонсор деньги, то не надо идти на трамя. Я пошел к Южному полюсу, и говорится с англичанин, что мы подойдем примерно вовремя, и нас будете вывозить вовремя. Вы будете одновременно вывозить, тогда сэкономить деньги наполовину. Значит, если вывоз с полюса 80 тысяч, мы с англичанин сбросили по 30. Ну, это было. Все, я сэкономил. Таким образом, то, что планируется здесь, это 100 тысяч, обошлось экспедиция в 60 тысяч. И мне нравится, когда я делаю свою экспедицию. Даже говорится, я хотел поставить склад на полпути в горах Тил. Это у меня вышло, если бы 50 тысяч долларов. Я оказался складом, я и тащил тогда 130 килограммов. Я это с этим не сэкономил. Вот на этом, говорится, и экономия... Так, что я сэкономил, это подтверждает. Масте Винсона. Тут уже написано даже, да. Все. Это вот ваш флаг, который вы там поставили, я забрал его. А тот, который меня вы выдали, я оставил там. Все, да. Все, забираю флаг, и мы сейчас его вручим президенту России. Пускай он тут использует. Южный полис, смотрите, да. И оставляет его вручить президенту. Давай. Я вчера, Борис Николаевич, сказал, что встречаю Юди Конникова. Подождите выборов. Абранову, совсем нам выбрали. Зачем нам выбрали? Мы следуем сейчас. Не, зачем сейчас мы? Мы вручим не найдем. Все, что сделано, это сделано сегодня. Я часто, говорится, я почему, я участвую в полиции. Из-за того, если ты, говорится, каждый человек должен быть на своем месте, если ты участвуй в полиции, должен следить. Как же я могу участвовать в полиции, когда я два года находился в флаге, когда я был на вересе. И сейчас, я прожил такой момент. Сейчас мне вручили флаг в Думе нашей, вручили в Думе флаг российский. Я пришел на Южный полис поставил российский. Я возвращаюсь, у нас здесь законопределитель, я ему этот флаг вручу. Все правильно, все правильно. Другие пойдут в путешествии, и моя, вы знаете, я не молодой, я путешествовал про всех. У меня, говорится, это жизнь, и вот на какой стране живу? Мы законопозлушные. Ребята, отпускаем его? Все? Мы еще раз просим. Распросим, да. Сереж, сейчас мы попробуем, сейчас мы попробуем, на минуту тормознуть, а ты попробуй, заходи в кадр. Десятилетний, да? Десятилетний, да? Десятилетний. Конференция острова Средного Толесу. А-а-а. И стартовый момент. Смысл он. Сейчас, сейчас. Артур Николаевич! Да, я здесь, да. Да, сюда поехали. Нет, сейчас мы даром идем. Артур Николаевич. А у себя мы стоим, пожалуйста, господин Николаевич. Готовы помочь? Ну, я думаю, не только на данное трубе, надо, чтобы вы все пошли со мной, правильно? И возьмем, где лучше. Спасибо. Петр, ну ты обещал посетить Телеград? Ну, не верите. Ваня, петель. Ваня, петель. Ты обещал посетить Телеград? Ты направленный мотор. Конечно, конечно. Удастся ли тебе, значит, подъемать это в ближайшее время от лета на Дальний Восток? Ну, я буду здесь всего отдельно. Потом, полечено на Дальний Восток, чтобы яхта дрыгнуть, потом я еще учил. Меня там ждут друзья на конкур. Это же мой тренер, он у него, быстро, он близко, хмурый стоит. Из-за того, что мы должны сейчас быть в горах. А я здесь... Поэтому, когда можно тебя все-таки обновить? Мы же друзья, мы же говорят, а зачем обновить? Мы просто встретимся всегда. Давайте договоримся с Дальний Восток. Да, и все будет. Ну, что, мы не убедились, мы будем пожить вместе. Зачки тебе пригодились и бодят? Конечно, пригодились. Хватил эти партии? Ну, партии никогда не хватит. Только у меня друзей, столько дров. Это хорошо, да. Сувениры, виноградский по всему миру. Да? Да. Спасибо, Айтар. Ага, давай. Димеан. Спорткомпозицию. Да, ну, лидер. Да, да. А вы какой там этот ящик, представляете? У меня там просто родственники. Мы все ящики. Все ящики. Понятно. И значки, которые там ящики, Знаменитые. Понятно, понятно. Мне дали уже... Давали, давай, давай. Она ничего не передала. Она говорит тебе, ну, в общем, я бы сказал, что... Она говорила так, что если бы мы в машине... Ну, вот сюда она была. Да-да-да. Да-да-да. Она еще не уехала. Я ее вчера отпущу. Я же здесь. Я же здесь. Извини. Сейчас мы... Там заедут мои дети. На обойку. Я тут. Гриша, ну что такое? Почему ты не по-твоему еще? Знаешь, когда мы вместе путешествовали... Помнишь, мы с тобой флаг первое? Гриша, первое. Мое путешествие под российским флагом. Я под советским много путешествий. Заехали в Москву на машинах, когда мы ехали на машинах в Митсубиси. Также нас встречал Артур Николаевич, также Юрий Сергеевич, помнишь? В Белом доме. Когда у вас здесь было очень сложно, в августе месяце мы... Да, мы в сентябре месяце шли под этим флагом. А нам еще Стас Покровский привезли. Помнишь? Стаса нету, он командир в Книге. Федор, можно помочь? Да, да, да. Немецкий спутник, учительный десант, на земле, на заводник. Мы говорим о вас очень... А если не возражать, то вас придется в полчаса. Но сейчас, в то время, в Москве, в 11 лет, чтобы вы немножко себе рассказали, сделал с вами интервью. Я знаю все координаты вашей экспедиции, там, да. Алексей Алексеевич, там, у них были... А еще одна девушка еще появится... А еще, я не раздался в своем... А еще, я не раздался в своем... Хорошо, хорошо. Хорошо, спасибо. А когда вам уже? Ну, завтра такой у вас день занят, я бы завтра, когда мы недели договоримся, да. Хорошо, у нас в течение дня. Ну, желательно, до выхода. Додому, ну. Что? Ну, заведение в офис сейчас, да? Да, да. А, еще еще багаж. Сейчас багаж получим, да, загрузим, да. А, ну-то давай... Еще не багаж? Нет, нет, я... Все, не волнуйся. Все, не волнуйся. Ты делал свое дело с... За что такое? Да, да, да. Как много это за это было? В 10 декабря, только... Сегодня белая мгла, бурга, солнце не видел. Я всегда думал, что вообще там солнце не было. Я взял, что солнце... Там, это, в обухотнище, там, полмас. В день, когда было... Там, как разошел горы Тилкс, вокруг горы, то есть красиво было, чистые. Единственное, здесь тепло. Ветра не было. Было очень тепло. Температура где-то было 25 градусов. Где-то... Это единственное. И 13 декабря прошло. До 17 декабря так солнце было... Ну, показывалось. После 17 декабря снова солнце закрылось. И когда я уже подходил к южному полюсу, там, потому что и так было тепло, потому что это высота пришла. Тоже солнце вышло. Я подождал к южному полюсу, уже светло солнце. Когда солнце, ну, было холодно. В южном полюсе я подходил... 7 градусов солнца. А так, говорится, вот, 12 декабря... Я это почувствовал, что вы, наверное, в 7-12 декабря сидели, витали или, как говорится, выпивали за меня, потому что... Почему и стало тепло. А свечка? А свечка я не знала, что она музыка. Тем более, чтобы у меня не было коньяка, вот, Борис Александрович. Если бы знал, что она столетний день, я бы не стал брать, потому что там отродились, что сто лет, что... Это, говорится, такое мироиздание. Для меня бы ничего. Я положил, и она, соответственно, коньяк, наверное, не выдерживает. Посоль, когда девушка сучнила стихи, посвященные коньяку. И коньяк, соответственно, лопнуло в начале пути, потому что было очень холодно, из-за того, что... Пришлось мне день рождения без коньяка. Ага, это с музыкой. Да, да. Но я свечкой зажег, Ангелина, даже не сухой музыки, я думаю, что дать немного тепла мне, что у меня примусль рассчитывал только на заготове, чтобы мне так было холодно, так было холодно, и начало дать мне тепло. Ну, да, я прошел после Южного полюса, и думал, что вот мой друг, Владимир Мустерский, мой тренер, прилетит, что у меня дела нет. Мне пришлось с Владимиром идти со мной, он на Винсент. Опять водиночка. Я говорю, почему никто не хочет? А Владимир Мустерский не толкать. Ну так не говори, все хотят с тобой, а ты говоришь, что это другое, что у тебя принцип такой возьмет. Я говорю, нет, у меня принципа нет, я со всеми пойду. И вот я проезжаю, чтобы с Володей пойти, Володя не пройдет. Это в Тресаночке, в Тресаночке. Он пока что. Ну, будет. А, нет, нет. Я... В Тресаночке пришел, ухайдок не напер. Это я пролетел в Панторенос. В Панторенос я только пролетел, и я... Чем хорошо? Тоже, я не знаю, из-за чего меня... Бог любит, из-за того, что... Не знаю, что я сделал, но я знаю, что он меня и спросит сильно. Когда я подошел к Массиву Минсен, это же очень гора. И я там начал страдать, там один норвежец заболел, он не пришел его спуском. Он очень большой норвежец. Я его начал заранее спускать, знал, что он сильно выше подвинется, тогда еще свознее. И спустил, я знал, что не может продержаться погода хорошая. Мне нужно было спешить. Я поднялся на 7 месяцев за 3 дня. Можно там поднимать 7 дней. Я его за 3 дня. Ну, я был автоматизирован. Не только спустился, я думал, скорее к вам прилететь, иначе у себя погода плохая. Я езжал в палатке. Горяков в горах. Я езжал в палатке. Я езжал в палатке, и 4 дня я там пролежал. Не дождался. Я не успел, девочки, прийти на такую хиру. А я там лежу в этой палатке. Только вспоминаю. И тем более, что я очень хотел кушать. Я очень хотел кушать. А там, когда ты поднимался в горы, там тебе продукты уже доставили к подножию. Забросили. И когда приходится в Южный пульс, я уже заказывал, чтобы они к Мастеру Винсену подбросили продукты на Цестере. А там мне подбросили каши, супы. Ну, мне тут все равно. Там, я думаю, настоял свои каши, которые были на Южный пульс. Так что, почему я опоздал? Потому что, я только с патриотом Мастева Винсену пересел на Большой Геркулес, и патриотом в Китаре. А там уже стоит самолет наших детей. И Борис зашел за стенницу, только успел помыться. И Борис на виски, а не было нигде, ничего. Федя тебе рассказывал, Игорь, сколько раз он жарил тебе мясо, нет? Рассказывали. Рассказывали еще много, я же это не попробовал, Игорь. И что, мои хорошие, будем потихоньку двигаться. Там вещи получили? Своей я на рту оставил девочкам, вы достанете. Я хочу, чтобы они здесь находились, в Москве, чтобы кто-то пошел за мной снова по лесу. Я думаю, что должны на себе повторить. Должны все такие. Я бы их не привез, я бы их оставил. Да. Вчера мы их получили. Хорошие, хорошие. Хорошие, хорошие. Я всегда так шел, я говорю, это корабль, но когда они тяжелые, больше всего они мне... Форштевины очень хорошие. Ну что, Сережа, это стоит сюда. Да. Ну мы сделаем, сделаем, если вообще проявление тебе отдам. Двигаться дальше. Значит, едем в офис Федора Конюхова. Получили мои вещи. Извините. Загружайтесь, ищите те машины, на которые приехали. Если у кого нет, то держитесь. господина в сером петчаке. Извините. Там нужно сдать там вещи. Вышли? Я его не вижу. Пройдем. Я тебя не выдам. А там кто хочет? Кто на багаж получит, двигает? Да, получится. А может, у кого-нибудь отказать? А кого еще? Одного, двух. Сколько там? Двух. Кто туда перейдет? На машине. Нет, на машине. Боля, мне представлено, когда это... Тогда вот... Нет, Божий представлено не... Что еще возьмешь? Нет. Только спрашивай меня. Да, да. Я что еще? Ну, вы водите в Россию? Покажите. Ты потом взрослый, что вы не имеете? Нет. Мальчик, а предполяясь еще у нас, что вы будете на машине? Да, не посмотрите. Да, вы есть палатки. Что там? А где? А где? А где? А где? А она там, в половине, что у нее прибалили все. Сейчас прибалили. В больнице, вы идите отдыхали. Ну, и все следим. Все. 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 Дозавтра. Все. Если что, у нас на выезде все. Люда, а Оскар где? А я даже не узнал его где-то. Ну, при встрече, да? А вот Оскар. А где? Где Оскар? Оскар? Оскар, Оскар, Оскар. Нет. А не стыдно. Надо поисковаться. Поехали с ним. Все, давай уезжаем, да? Да, да. Федя, в Зеленограде когда будешь? Как, ну... Как только так сразу, да? Сережа, ну да, ты же друг мой здесь. Приедешь, заберешь мне поедешь. Правильно? Я тебе позвоню, ладно? Ну, давай, счастливо. Возвращай.